шалом друзья шаббат мы разбираем первое послание петра и разумеется можно следовать шаббатным проповедям но как некоторые говорят из-за двух языков иногда немножко сложно слышать или слушать я подумал и хочу сделать разбор первого петра в одном языке и попробовать противо тоже так немного динамично чтобы показать в следствии данного разбора какие-то вещи которые развиваются в еврейской среде в мессианском движении и надеюсь это будет вам интересно напомню шавей цион возвращенные на сион хайфа израиль уазис медиа это наша студия и вы всегда пожалуйста добро пожаловать подписывайтесь на наши рассылки передач я начну читать офисе на и дальнем сено дальнем тексте и я надеюсь что вам будет это интересно самого начала петр апостол еще миссии иисуса христа пришельцам рассеянным понте галатий каппадокий асии и фан избранным по предведению бога отца при освещении от духа и послушанию окроплению крови еще миссии благодать вам и мир да умножится ну во первых хочется начать с того что мы помним петр от начала был призван к тому чтобы благовествовать или быть первым кто благовествует язычникам но потом мы знаем что пальму первенства в благовествии язычникам из первых учеников наверное перехватил апостол павел так ему было сказано странное вообще избрание господь смотрит на многие вещи другими глазами для нас нами тоже актуально мы предполагаем одно раз в жизни открывается что-то другое петр он из галилеи она издавне называлась языческая по всей видимости его интеракция была с при галилейскими жителями и он знал характер язычников наверно тогда его господь отправил в дом корнилия и там все сложилось как сложилось но потом вдруг апостол павел выходит в место где он проповедует язычникам а павел кто был павел он был ну по сегодняшним стандартам ультра ортодокс человек который был вообще чужит всего языческого понятно павел был крайне образованным человеком и наверное тоже разбирался в языческих всяких вещах поэтому господь использовал его этот талант но я думаю вначале павлу просто претела подходить к язычникам близко потому что он жил очень ортодоксальной жизнью для петра это было бы как бы более свойственно но вот послание петра первое послание петра и кому него пишет пришельцам рассеянным в понте по тексту это видно что он не пишет язычником он пишет евреям которые вследствие разных обстоятельств возможно гонимая за веру а может быть просто как сегодня допустим еврейский народ россиян по разным городам диаспоры и в данном случае сегодня они живут в чикаго нью-йорке лондоне в торонто в берлине в москве в питере в местах где много людей где все бурлит и где жить наверно очень интересно в древние времена это был понтия галатия каппадокия асия вифания битания и это были места где евреи жили в своих диаспорах и когда пошла весть о воскресении из мертвых и святой земли из израиля наверняка многие обратились там к вере и в их синагогах стали прославлять бога добавив к своей литургике возможно целый ряд новомессианских текстах где прославляется сын божий ешуа миссии и петр пишет этим людям письмо понятно это были не только такие мессианские синагоги из обычных трансформировавшиеся в мессианские возможно это были и церкви то есть большие общины где часть людей были евреи часть не еврей но в этом послании очень здорово проходит мысль ли что он пишет евреям и я вам попытаюсь ее подчеркнуть и рассказать и вот здесь в следующем стихе в третьем стихе первой главы петр говорит благословен бог и отец господа нашего еще миссии по великой своей милости возродивший нас воскресением ешуа миссии из мертвых купованию живому то есть он пишет израильтянам евреям и говорит вы были мертвы а ешуа миссии стали живы вообще темка достаточно непростая и я вам говорю свое субъективное мнение но надеюсь я в чем-то разбираюсь хочу вам показать интересную вещь если вы откроете первое и по послание апостола павла колосся нам то он там когда пишет письмо жителям колоссян то есть верующим в колоссах и там он наверняка пишет общем а в общей общине которая преимущественно была не еврейской он им говорит такое вы в иисусе христе в ешуа миссии перешли из тьмы в чудный свой свет а здесь петр использует другой язык он будет вы были мертвы а стали живы вы знаете есть по я не хочу быть придираться каждому слову но есть разница из тьмы в свет между из же и смерти в жизнь что такое из тьмы в свет если мы обращаемся к древней истории и читаем книги бытия 10 11 главы мы видим там как люди восстали против господа бога под предводительством ним рода есть много около библейских текстов на эту тему есть также достаточно много различных текстов которые находятся в распоряжении археологов и найдены в разных ближней и более дальневосточных странах где описывается история потопа история расселения земли естественно там описывается под другим углом но потом описывается что-то что связано с строительством вавилонской башни и вот когда была построена эта вавилонская башня если мы читаем 10 11 главы бытия то там сказано сделаем себе имя перед господом или перед богом и толковать или еврейские толкователи говорят имя против бога то есть мы установим себя поставим себя в такую позицию что станем ну как боги как боги опять как боги мы помним что хава наша прародительница подалась искушению змея который сказал съешь от этого плода и будете как боги у вас откроются глаза вы чего-то узнаете вы что-то прочувствуете вам что-то явится и вы станете как губу как бог как боги вы знаете вавилон кстати с а как с акадис языка на котором говорили люди жившие в тех местностях она обозначает врата бога то есть идея была такая мы построим башню медраж еврейский говорит даже если придут воды потопа то мы в башне будем стоять над водами потопа и а потоп нас божье наказание не убьет короче говоря в иврите бавилон не обозначает врата бога вавилон обозначает конфуз сметение смешение и там произошла какая-то катаклизма какая-то катастрофа которую господь бог допустил это не случилось само по себе это не случилось как вражда между племенами людей это случилось что господь смешал их языки я дам маленький пример чтобы было понятней в современном современной истории вы знаете вот сегодня есть одна штука которая объединяет все народы возможно в те времена была такая же штука которая объединяла все народы и лошон 11 язык там используется такое выражение в 10 11 главе бытия но сегодня лошон один это интернет это сегодня язык не важно на ком вы дома языке разговаривать и хотите перей зайдете в интернет и будете переведены на любой язык мира но интернет сегодня объединяет народы он связывает структуры внутри народа и только представьте на мгновение что мы технологически развитое общество ну достаточно технологически развитое общество вдруг потеряли в одночасье весь интернет вы знаете это звучит немножко как глупость но только если вы представите такую картину можете вдруг понять что сегодня от интернета зависит подача электричества дома вся финансовая система в мире водоснабжение подача поставка продуктов питания и многие люди переживут смещение просто катастрофическую проблему некоторые не смогут пойти купить даже продуктов потому что продукты не будут попросту отпускаться им по безналичному расчету а во многих магазинах даже наличные деньги не смогут быть брать потому что уже не выписывают к болото все проходит через интернет зависимые кассовые аппараты и начнется просто смешение какое-то катастрофическая вещь то есть мы тех над чем более технологичны тем забрать от нас способность то что связывает нас вместе а именно интернет это будет нам еще больше катастрофическими последствиями доставаться все это так вот если мы считаем что те поколения были более развиты и лошон эхад объединял их господь забрал это то можете представить что тьма покрыла народы конфуз они были просто потерянные и в связи друг с другом и разумеется их не откровение их откровение о творце просто было аннулировано они попали во тьму тьму тьма это характеристика всех народов в состоянии безбожия беззакония и вот на этой арене бог поднимает авраама авраам первый еврей евреи потому что авар из-за реки то есть точнее он был внук эвера который наверное был первым евреем а он его внуки тоже евреи который авар перешел реку и вот этот авраам призван господом богом основать народ который бы нес свет тем народом которые во тьме и не туда забрасывать в эту тьму свет а развивать царство света чтобы некоторые из людей которые живут во тьме ревновали ревновали не а величие культуры или технологий а а внутреннем свете который светил во враме и искали присоединиться к нему и мы читаем что же в двенадцатой главе в тринадцатой главе и так далее вокруг авраама образовывается группа людей триста четыреста мы не знаем точно 500 700 человек он стал как бы главой клана небольшого эти все люди не были его родственниками по плоти наверное может быть кто-то и был там через отца через мать или не знаю как но многие просто присоединялись к свету исходящему от авраама то есть здесь мы выводим некоторую формулу народы подпавшие под власть вавилона или в революции против господа бога и наказанные бельбулем вавилоном смешением во тьме над израилем есть свет но как ни странно даже находясь во свете не все израильтяне и новый завет на эту тему очень четко говорит являются людьми подчиняющимися свету многие из них находятся в состоянии которое здесь апостол петр характеризует как мертвые мертвые по грехам вашими мертвые по преступлениям вашим или как угодно назовите вы знаете сегодня удивительно но в израиле существует такое явление люди сдают анализ крови и живя в израиле обнаруживается нехватка видом витамина d d и прописывают капли которые обычно детям маленьким взрослым людям это немножко казусно звучит странно как такое мой может быть израиля полным полно солнце это не якутия у нас или это не мурманск здесь много солнца и на тебе люди без витамина d то есть не хватает солнечного света то есть слишком много сидят во тьме слишком много пребывают в помещении не знаю какой ответ но если мы медицинскую эту формулировку переведем на духовную даже находясь во свете некоторые остаются мертвы или больные еще дает другую характеристику народу израилевую говорит многие из вас больны больные нуждаются во враче здоровые не нуждаются во врачи так вот если ты понимаешь что ты принадлежишь народу израиля то ты можешь быть все равно в некоем отпадение от господа бога и без того чтобы приобрести откровение в иешуа миссии восстановление внутреннее ты даже в народе израилевым пребываешь в мертвом состоянии петр говорит вы молодцы вам бог дал особенную благодать вам рассеянном в понте галате каппадоке аси битании вы бог избрал вас и поэтому открыл вам иешуа и возродил вас к живому упованию в него вы уже не мертвы вы его свете находитесь и вы уже не мертвы и здесь я хочу сделать маленькое добавление для тех кто в новом завете в силе нового завета из не еврейского населения всей земли тоже познал и шо что с таким человеком происходит у него происходит двойной скачок он во первых из тьмы переходит в свет а в свете из просто света переходит в жизнь и это большая вещь хочу поздравить вас вы во свете даже если вы слушаете эту передачу значит вы уже интересуетесь светом и жизнью для тех из вас кто еще в поиске это момент когда вы можете сказать господи откройся мне покажи мне где я нахожусь если вы не из еврейского народа открой мне где я реально нахожусь тьма или свет смерть или жизнь и введи меня и в свет и в жизнь если вы из израильского народа то по умолчанию вы находитесь в свете вы можете в совершенно не переживать этот свет можете быть далеко от него и сейчас для вас тоже нормальная опция сказать богу искренне небесный отец хочу узнать тебя реально пережить тебя не прочитать какие-то факты о тебе то сделал там сделал а когда-то моисей или или я или я гуанови сказали хочу познать тебя познать тебя откройся мне вы знаете такая молитва обычно не проходит нейтрально обычно бог дает ответ обычно бог открывает я знаю что обычно когда люди молятся такой молитвой то откровение о сыне божьем ешуа приходит к ним и прощение и освобождение от греха и восстановление и возрождение из мертвого состояния к упованию живого живому желаю вам этого упования живого пусть бог благословит вас и и и и